И начинаем выпуск с обострения Палестино-Израильского конфликта. Движение Хамас назвало условия для прекращения огня и заключения перемирия с Израилем. Тель-Авив должен прекратить попытки выселения арабских семей из Иерусалима, а также освободить всех задержанных в ходе протестов. Еще одно требование – отказаться от контроля мечети Аль-Акса. Израильтяне на предложение противника пока не ответили. Между тем, за ситуацией на Ближнем Востоке внимательно следят в ООН, призывая стороны остановить ракетные обстрелы. Генеральный секретарь призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия в Газии и Израиле. Продолжающаяся военная эскалация причинила огромные страдания и разрушения. Она унесла жизнь десятков мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, военные действия могут спровоцировать неизбежный кризис в области безопасности и гуманитарный кризис. Израильские военные тем временем уничтожили офис главы службы безопасности Хамас в Газии. В ответ из сектора Газии было выпущено около 140 ракет. За время последнего обострения конфликта в общей сложности погибли больше 120 палестинцев. Власти Израиля подтвердили гибель восьми человек, в том числе одного военнослужащего. То, что происходит сейчас в Израиле, это должно прекратиться. Каждый должен осудить любую форму насилия. Арабов против евреев, а также евреев против арабов. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить мир в регионе. Продолжение следует...